Продолжение следует... Это, на самом деле, вообще первый прайд в моей жизни, потому что я, ну, по сути, я не выезжал летом из Европы никогда. Я поэтому стою здесь и смотрю на людей, и плачу, и фотографирую полицию, которая стоит здесь и защищает, потому что еще ладно, я красивых квир-людей я видел в разных закрытых местах, но чтобы рядом стоящая полиция несла какую-то защиту, ну, вот я вижу сейчас это впервые. Я, ну, вообще то, что я сейчас чувствую, что я могу легально вот стоять со флажками на улице, мне за это не то, что ничего не будет, а просто это, ну, как будто не преступление, потому что я не мог выйти с ними из отеля, но чтобы понимать вот уровень того, что происходит с моим мозгом, я их прятала в кармане, чтобы пройти несколько метров от отеля и не показать на ресепшене, потому что, ну, я не могу с этим ничего сделать. Это какая-то безумно табуированная вещь, что мою идентичность мне надо прятать, мне символику надо прятать, ну, пусть эта символика, она у меня в России в статусе экстремизма, и за нее я могу спокойно сейчас получить уголовный шок. Стоит перед всеми краинами посереданского простору, отстойваться. Прежде всего речь идет об узаконивании отношений, чтобы можно было в случае чего поделить наследство или передать кому-то, сходить в больницу, если заболел партнер и другие вещи. Вы считаете, насколько власти готовы к такому решению, как продвигаются? Я считаю, что нынешняя власть готова к этому, нужна только политическая воля. Если они найдут в себе смелость, проявить смелость, то они примут этот закон. Я думаю, что если правильно растолковать народу, о чем идет речь, то проблемы не будет. Прежде всего, что они любят, что они любят, поэтому я сегодня на параде ЛГБТ. А что вы сказали, что это моя девушка. Это очень красиво, потому что у меня пришли вместе. Но для меня, как мамы, как папы, я, в первую очередь, мне нужно любить девушка, а потом другие. И я accept ее так, как она является. Она имеет такие качества, которые многие не имеют. Я не работаю в Молдове, это моё прайд в Молдове. Я работаю в 12 лет в Данимарк. И отличается между прайдом в Молдове и в Данимарк, что здесь мы работаем по правилам и правилам, но на Копенхаге есть праздник, и мы еще не работаем на этот этап. Я чувствую очень хорошо, я чувствую очень спокойно и очень свободно. Я даже не могу, что в рамках я не могу, но в основе я не могу, я не могу на нашей жизни, и я думаю, что очень хорошо, я так еще не могу. А как обычно вы чувствуете? Я не могу, что я не могу. Потому что в первую очередь, рамках и из-за того, что мы должны быть с的時候изированы, очень много, очень много. Я вырос и сейчас, в АН 2, в Атехаге. И если вы знаете, вы знаете позиция вашего? Треба, что мы будем делать? Я знаю, что я знаю, потому что я знаю, что я знаю, что я не знаю, что я принимаю позиция моего. И я обтяню в один момент. Мы сейчас живем, и мы все вместе с вами. Мы не знаем, что люди не имеют урожайся, но мы не можем угрожать. Мы не знаем, что люди не имеют угрожайся. Не совсем свободно, потому что многие люди осуждают. Но я столкнулась с тем, что люди всё равно понимают и принимают. То есть, которые тебе становятся близки, они всё равно примут, даже если против. Вы учите, если можно? Заканчиваем. И вот в университете, если можно узнать, знают, допустим, что... Не многие, но некоторые да, знают. И у вас есть ли друзья? Да. Она ее поддерживает. А вы просто поддерживаете? Да, я просто поддерживаю, не являюсь частью этого сообщества, но решил поддержать, потому что, ну, одна как пойдет. Старшее поколение старается, некоторые стараются относиться к этому лучше, но не все еще готовы это принять. То есть, как, допустим, мне говорили там, да, то, что можете любить, вместе быть, но не особо показывать. Вот. Не знаю, готовы ли еще к легализации браков. Посмотрим, как будет. Ну, я являюсь не против этого. Главное, да, люди могут это демонстрировать, в этом нет ничего плохого, это полностью их решение. Однако, когда идет ярое показание этого, вот сейчас, вот это все отлично, ну, все хорошо прошло, добрые люди. Но когда это все ярко показывается, то все-таки не очень приятно. А так, ну, это их действие, это их свобода, это нормально, я считаю. Ваше отношение с семьей, вот насколько вас приняли, если могу спросить? У меня достаточно гомофобная семья, но многие приняли, однако подшучивают, еще что-то. Но, в принципе, ну, то есть я себя чувствую комфортно. Бывают, конечно, моменты, но справимся. Топ-гей пропаганда! Топ-гей пропаганда! Топ-гей пропаганда! Топ-гей пропаганда! Мы не хотим, что мы не хотим, что произошло в современном состоянии. Мы не хотим, что произошло в Содома и Гомора. Мы способны, изменили его к большинстве, мы не наше. Мы мы хотим, как живые, взрослые домашние и герои! Мы помогаем все эти гражданины, потому что это ужасно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok